Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Только в большинстве случаев застать адресата дома не удается. Откар Керимов много лет живет в коммуналке на Никитинской, 33. Говорит, соседка по квартире, по месту прописки практически не появляется. А связи никакой у вас не меняет, да? Они вот, я вот им кладу вот это. Почту? Почту, они приходят. Мы не видели, посреди нас даже не видели, они приходили, забрали. Встретиться с должниками для судебных приставов и представителей ПФР оказалась задачей не из легких. По следующему адресу в офисном центре ответчиков тоже не было. Как объяснили на проходной, арендаторы давно уже не снимают здесь помещение. Дальше ситуация и вовсе зашла в тупик. Не то, что должников самого дома номер 6 по улице Никитинская, где согласно документам они проживают, не существует. Наконец, удача приставом улыбнулась. На Буянова дверь открыла родственница-ответчица. Возьмите, пожалуйста, требования и извещения. В извещении у вас здесь указана дата и время явки судебного пристава. Вот здесь, пожалуйста, распишитесь, поставьте сегодняшнее число о том, что требование было получено. Требования о погашении задолженности в полном объеме мы вручили. Извещение о вызове на прием к судебному приставу мы тоже вручили. То есть, если после истечения 7 дней квитанции об оплате у нас на руках не будет, мы будем осуществлять повторный акт выхода и с дальнейшим арестом имущества и реализацией его. Вскоре на горизонте появилась и сама ответчица. Для Татьяны Галкиной визит приставов не стал неожиданностью. Рассказывает, свое ИП закрыла еще в августе прошлого года. Но о том, что нужно немедленно сообщить в налоговую, не знала. В начале марта ее вызвали в суд и обязали выплатить порядка 20 тысяч рублей. Взнос, который ежегодно должны отчислять в ПФР частные предприниматели. Я разговаривала с судьей, и она мне сказала, единственное, что вы можете, это долг написать заявление и его выплачивать на протяжении какого-то срока. Единственное, что вы можете. Я, в принципе, с ней согласилась. Сейчас я жду 26 числа суд, когда он у нас пройдет. И после этого я уже пишу заявление на рассрочку, и у нас разрешается этот вопрос. В черном списке работников ПФР более сотни предпринимателей. Общая сумма долга составляет свыше 2 миллионов рублей. Нередко в числе неплательщиков недобросовестные бизнесмены. Но случается и так, что платить приходится за собственную безграмотность. Предприниматели, как правило, прекращают свою деятельность, но не снимаясь с учета налоговой инспекции. Они думают, что это происходит автоматически. Не поддают сведения налоговой инспекции, а Пенсионный фонд уже продолжает начислять страховые взносы и пении. В таком случае платить все равно придется. Не добровольно, так принудительно. Из рук судебных приставов с начала года уведомления получили около 10 предпринимателей. Большинство с долгами расплатилось. Алина Чемери, Станислав Левин. События.